МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым делом самолеты наша съемочная группа побывала на Дягилевском аэродроме. Автополицейские в выходные дни усилили контроль за дорожной обстановкой. Большой хоккей в Рязани стартовало первенство в ЦФО по хоккею среди юниоров. Сотрудники госавтоинспекции в праздничные дни несли службу в усиленном режиме. Любителей принять на грудь и сесть за руль, несмотря на плачевную статистику, и профилактическую работу с годами меньше не становится. Ну а длительные праздники усугублению ситуации поспособствовали. О работе автополицейских в материале Глеба Галушкина. Дорожные полицейские, как и обещали накануне длинных выходных, особенно пристальное внимание уделяли нетрезвым автомобилистам. К сожалению, добрый весенний праздник в честь Международного женского дня. Некоторые автомобилисты встречали весьма бурно. И после торжественного застолья обратно домой они решали возвращаться отнюдь не на общественном транспорте или такси, а на своем личном авто. Причем принимали такое опасное для здоровья и жизни других участников дорожного движения решение, в том числе и представительницы прекрасного пола. Так, 8 марта в час 20 ночи на улице Островского был остановлен автомобиль Иш-Ода под управлением 21-летней жительницы Ухловского района. По всем признакам девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Для проведения освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения она была доставлена на Михайловский пост, где после проведения освидетельствования прибор показал 0,73 мг на литр выдыхаемого воздуха. Всего по итогам прошедших выходных право управления автомобилем лишились 130 горе-водителей. И еще дорожные полицейские продолжили борьбу с нарухозатонированными стеклами автомобилей. На территории города Рязани проходило профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей, управляющих транспортными средствами, и светопропускаемость передних боковых и лобового стекла, которых не соответствует техническому регламенту о допуске транспортных средств к эксплуатации. Так, в ходе проведения данного мероприятия было выявлено 37 нарушений правил дорожного движения. В общем, как показывают прошедшие рейдовые мероприятия дорожных инспекторов, несмотря на денежные штрафы, нарушители все равно находятся. Еще один сюжет, предоставленный сотрудниками силовых ведомств. Полицейские раскрыли серию квартирных краж. В полицию обратилась 20-летняя Рязанка, которая сообщила, что прямо из ее квартиры пропала сумка с деньгами и банковскими картами. Оперативники уголовного розыска опросили соседей пострадавшей и выяснили, что в этот день в подъезд заходила некая незнакомка. Вскоре, благодаря помощи неравнодушных граждан, была задержана 27-летняя жительница Рязанского района, которая, собственно, и подозревается в совершении кражи. Чего убрала? Кошелек, сумку взяла. А откуда взяла? По городу Рязани. Улицы не знаю, как назовется. Ну, ты прямо из квартиры взяла? Да, из квартиры. Ну, заходила? Да. Понятно. А как заходила? Ну, просто открыла дверь, дверь открыта была. Смотрю, лежит, взяла и ушла. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница заходила в подъезды многоквартирных домов и проверяла двери, поворачивала ручки одну за другой, выискивая незапертое жилище. Если дверь открывалась, то злоумышленница тихо входила и пыталась похитить сумочку и другие ценности, лежащие в прихожей. По предварительной информации, задержанная подозревается в серии подобных хищений. На данный момент времени в отношении данной гражданки избраны меры пресечения в виде заключения под стражу проводятся расследования. Первым делом самолеты. Ну, а что касается девушек? К примеру, наша журналистка Алена Куколева побывала на Дягилевском аэродроме, где смогла понаблюдать за работой настоящих асов своего дела. Краткая экскурсия в следующем материале. Аэродром Дягилева является поистине уникальным. Ведь здесь базируется единственный в России центр по подготовке летчиков дальней авиации. Вот на таких самолетах проходит обучение. Это ракетоносец Ту-22М3. По классификации НАТО его называют «бэкфай», что в переводе означает «ответный огонь». Отборное обучение в 43-м центре боевого применения и переучивания летного состава нелегок. И попадают на учебу лучшие из лучших. Здесь пилоты осваивают новые виды самолетов дальней авиации и готовятся стать командирами кораблей. По прибытии теоретические основы, а затем плановые полеты для личного совершенствования. Александр Зубцов прибыл с боевого полка Амурской области и сейчас проходит обучение на Ту-95МС. Переучивается с правого сидения на левое, чтобы стать командиром корабля. Изучает повадки «медведя». Так называют этот самолет. Нас отобрали, также мы в Рязань приезжали, отобрали лучших. Приехало 10 человек, отобрали лучших. Вот 4 человека получилось, приехали сюда на командиров кораблей. Вот сейчас пройдем переучивание и далее в боевые полки уже выполнять более тяжелые задачи. Не только по кругу, по маршруту летать, а на дозаправку и на практические пуски. То есть вы отличный? Лучше. Машины в Рязани не учебные, а несущие полное боевое оборудование. Пилоты производят практические пуски ракет и прицельные бомбометания на полигонах. С высоты в 10 километров экипаж должен попасть в отдельно стоящее здание. Осваивают в Рязанском авиацентре пилоты и модернизированный стратегический ракетоносец Ту-22М3. Я являюсь инструктором на самолете Ту-22М3. Это, если так его назвать, дальний бомбардировщик-ракетоносец. Ну а что о нем можно сказать? Уже много сказано было про этот самолет. Он пользуется популярностью в СМИ. Это единственный в своем роде дальний бомбардировщик, который может нести до 24 тонн бомбового вооружения. И также может нести три крылатые ракеты «Воздух-Земля». Красивое название «Бэкфайр». Я больше склоняюсь его по-разному переводят. Но мое личное мнение, то есть это обратный огонь. То есть при взлете на форсаже ночью характерный хвост пламени до 5 метров за самолетом. Очень красивый взлет. Изначально он создавался как убийца авианосцев. Ту-22М3 может почти в два раза превысить скорость звука. Главная особенность его конструкции в том, что крылья могут менять форму. Использование столь разных режимов полета делает «Бэкфайр» незаметным на экранах радаров. А благодаря такому запасу скорости легче избежать перехвата. Возможности бомбовой ракетной нагрузки самолета до 24 тонн. И соответственно я вам могу показать грузоотек нашего самолета, в котором находится бомбовая нагрузка. Эти 24 тонны. Соответственно там снимать не будем, но здесь, вот видите, открываются люки. И бомбы выходят в зависимости от задания. То есть по одной, по две, по три. И соответственно летят в цель. Сброс бомб и заправка топливом в полете. Лишь некоторые элементы, которые должен выполнить будущий командир корабля. Вместе с модернизацией парка самолетов дальней авиации меняется и программа обучения. Всего же за время существования центра здесь прошли подготовку более 400 тысяч летных специалистов по различным категориям. Что ж, пожелаем нашим летчикам чистого неба над головой и летной погоды. Кстати о погоде. Уж что-что, а она продолжает радовать горожан. Весенние деньки теплые и солнечные пришли неожиданно раньше обычного срока. Ждать ли похолодание или же можно смело убирать пуховики из шапки на антресоле. Расскажет Наталья Новикова. Настоящее весеннее тепло пришло в наш регион. Аномально теплая погода, установившаяся в центре России, повсеместно удерживает температурный режим на 7-9 градусов выше климатической нормы. 9 марта в Рязани воздух прогрелся до 6,8 градуса. Тем самым оказался установлен новый рекорд, превысив прошлогодний на 0,7 градуса. В ближайшие дни территория нашей области останется во власти. Очень теплого воздуха ожидается малооблачная и сухая погода. 11 марта под влиянием гребня антициклона осадков не ожидается. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 4 градуса, днем плюс 5, плюс 10. То есть малооблачная сухая погода сохранится и в ближайшие дни также возможно обновление новых рекордов температуры воздуха. 12-13 марта в связи с близостью южного циклона есть вероятность небольших осадков. Температура воздуха существенно не изменится. В выходные дни увеличится влияние северного антициклона. Поэтому осадки снова маловероятны, а температура воздуха немного понизится. Ночью ожидается минус 1, минус 6 градусов, днем плюс 2, плюс 7. Хорошо и то, что теплая погода будет способствовать таянию снега. Местами он может сойти совсем. В общем, у зимы практически нет шансов на продолжение. Завершим сегодняшний выпуск новостями спортивными. Сезон высшей лиги для хоккейного клуба «Рязань» подошел к концу. Наши спортсмены в первой серии плей-офф уступили пальму первенства Тюменскому Рубину. Со счетом 4-1 стоит напомнить, что на базе нашего хоккейного клуба была сформирована сборная России, которая приняла участие в Универсиаде, в Испанской Гранаде, где спортсмены завоевали золото. Во дворце спорта Олимпийский побывал Глеб Галушкин. Еще раз! Давай, 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 давай! Добить! Добить! Борьбу за места на пьедестале почетов в турнире на призы клуба «Золотая шайба» начали семь команд хоккеистов средневозрастной группы. Ребята проведут на этой неделе круговой турнир, и по регламенту каждая команда по матчу сыграет друг с другом. Сегодня прошли первые матчи. Сборная Рязанской области довольно молодая, и по словам тренеров, пока явно чувствуется нехватка соревновательного опыта. Просто нет такой игровой практики у них, чтобы вот так выйти, обыграться. Такие первые серьезные соревнования для них, чтобы так играть. Тут просто уровень повыше получается, и они волнуются, и не все получается у ребят. Ну, пытаемся в тройку попасть. Вроде шансы все есть, а там уже посмотрим. Турнир «Золотая шайба» имеет давнюю историю. Уже более полувека проходят эти хоккейные детские соревнования. В советское время со стороны взрослых клубов и спортивных функционеров этому турниру уделялось большое значение. У ребят была реальная возможность заявить о себе и попасть в состав молодежной, либо юношеской команды мастеров. Так, например, свою карьеру с «Золотой шайбой» начинали именитые впоследствии хоккеисты. Среди них Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов. У нас уже традиции, мы неоднократно уже здесь проводим не только зональные соревнования, но и финальные соревнования на призы клуба «Золотая шайба». У нас уже как бы традиции сложилось, у нас ежегодно проводятся эти соревнования. В день у нас проходит по пять игр. Соревнования будут проходить с 10 по 15 марта. Победители первое место и второе место будут представлены в финале в городе Казани. Впрочем, зональный турнир на призы клуба «Золотая шайба» уже по традиции стал географически шире своего заявленного названия. Ведь помимо юношеских команд соседних с Рязанью областей, в наш город приехали и ребята с юга России. Мы приехали просто проверить свои силы. А там уже как получится. Конечно, мы будем рады на высшее место. Ну, я не имею в виду первое. Чем снизу мы будем, да, от последнего места повыше, то, конечно, будет приятно. Что касается развития хоккей на Рязанской земле, то за последние несколько лет отмечается заметный рост числа занимающихся ребят. Влияют на это, безусловно, как успехи профессионального клуба, так и молодежной команды. В этом году хоккейный клуб «Рязань», к сожалению, в серии 1-8 финала плей-офф, не смог переиграть Тюменский Рубин и выбыл из розыгрыша чемпионата высшей хоккейной лиги. Впрочем, нынешний сезон, особенно на фоне неудач последних лет, для рязанских спортсменов получился все равно довольно-таки успешным. Высокое шестое место по итогам регулярного чемпионата – выход в плей-офф и участие большого числа хоккеистов в универсиаде. Ведь именно на базе хоккейного клуба «Рязань» была собрана университетская сборная России, где главным тренером стал главный тренер рязанской команды Вячеслав Уваев. И выступление на универсиаде в испанской гранаде получилось триумфальным – первое место. Причем наши спортсмены поочередно и довольно уверенно переигрывали сверстников из других стран, включая канадцев, с которыми столкнулись в полуфинале. А что касается молодежной хоккейной команды, то «Рязанская молния» завершила сезон на победной ноте и десятом месте розыгрыша первенства молодежной хоккейной лиги «Б». Несмотря на то, что молодежка не сумела попасть в розыгрыш плей-офф, но этот третий сезон в конференции «Запад» получился удачнее всех предыдущих. Десятое место из семнадцати команд – пока лучшее достижение в истории клуба. Ну а далее в эфире программа подробностей. На этот раз гостем в нашей студии стал Андрей Глазунов, президент Федерации хоккея Рязанской области. Собственно, о планах и достижениях наших спортсменов и пойдет речь. Таким был этот день для наших журналистов. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok